Всем привет! Сегодня уже прошел один день после завершения этапа чемпионата Могилевской области по Фидеру и я решил сделать небольшой обзор на данное соревнование как мы с Ванем в одной команде в составе команды Манко выступали на данном чемпионате и как мы выиграли данный этап Итак, начнем все по порядку В пятницу, седьмого числа мы поехали на тренировку на дамбу Чигиринского водохранилища Приехали, там уже люди тренировались вовсю, мы нашли с края место, сели, разложились Это уже было часов 12 дня, к вечеру обещали дождь, так оно в принципе и случилось Большинство спортсменов уже сидели с утра и после обеда они начинали сворачиваться А мы грубо говоря начинали только тренировку Закормили точки, разложили, промерили дистанции, ветер был у нас слева А в следующие дни по прогнозу он должен быть в лицо Причем ветер сильный и температура воздуха не как сегодня Сегодня просто шикарно, 22 градуса, а всего лишь два дня назад было 8, а ночью был 0 и заморозок Причем в комплекте с ветром, который дул прямо в лицо, было очень холодно 8 мая и мы с Ваней приехали в составе команды Манко на областные соревнования Мы по Могилевской области, по фидеру в тандеме, двойками в команде Сейчас мы на дамбе Чагиринского водохранилища, классный водоем, крутое место Мы уже разложились, я выгнал машину и иду по самому шлюзу Очень красиво, обалденно, такие вот здоровые затворные шандоры Нельзя оставлять машину на дамбе, поэтому мы быстро выложились, разложились Я выгнал и сейчас идем уже, будем промеряться, закармливаться и пробовать тренироваться ловить У нас будет впереди два тура, суббота, воскресенье, по 5 часов ловли Будем ловить фидером, надеюсь, хорошую рыбу Надеюсь, что вообще рыбу будем ловить Погода сегодня пока еще радует Ну, к вечеру обещают дождь, но на выходные вроде бы дождя не обещают Но, опять-таки, сильная ветра Вот, смотрите, шлюз Уровень поднят Смотрите, сколько мусора Вот такое интересное сооружение Классно, все, погода пока радует Прикормку мы приготовили, разложились И уже очень много сидит спортсменов на дамбе Тренируются Некоторые уже несколько дней тренируются Ну, мы приехали в первый день Перед самыми соревнованиями Вот такой вот проход Проходить, проезжать можно только по пропускам Александр сделал пропуска всем спортсменам Спасибо за это большое Потому что заехать с другой стороны, с проточного Там очень плохая дорога А здесь асфальт И, в принципе, рядом проехать Все, мне не терпится уже разложиться, половить Буду снимать, что и как И потом сами увидите, какой клев, какая рыбалка Все, до встречи с удочкой в руках Ну что, Ваня уже кормит, как всегда Надеюсь, и мне закормит А то я вечно все не успеваю Это снимать, то могу еще что-то делать Ну, вот так примерно разложился Пока фидера Сейчас буду оснащать Еще ничего не оснащено И хотя бы надо выбрать дистанцию какую-то Не знаю, хотя бы замериться, что ли Все, приступаем Наконец-то взял фидер Сейчас буду Так, у меня тут клипса первая Близко стоит Сейчас я ее цеплю Вот она клипа Такая Так, а зачем я клипсу снимал? Е-мое, сказал бы сразу Я бы хоть клипсу Хоть бы клипсу не снимал Так, ориентир взяли Ну, какой-то мягкий грунт Какой-то бровочку сразу уперся Ты на ракушке маркирился? По ракушке потянул сколько Потом пробка такая четкая Вот я, походу, ее сразу и поймал был Ну, наконец-то, друзья, разложился Пять забросов сделал Ближнюю точку Пять забросов большой кормушкой И вот первая рыбка Уклейка сходу Клюнула на одного мотылика Вешаю колечком То, что Там, походу Стоит Нормальное ее количество Потому что Клюет с лету Дистанция Ближняя 24 метра Комфортная дистанция Пока Дальнюю Не закармливал Ничего Все На ближней дистанции Уже, возможно, Объела Она уже сидит Но это не уклейка Это микро Подлещик Не, густерка Елки-палки Микро густерка Вот крючок подбирать не надо Видишь Про тот, который говорили Что продолжаем мы ловить Вот Плотвина Такая Более-менее Хоть размерчик попался Но такая Вся Избита Погрызена С двух сторон Видно, что Со щучьей Пасти Сейчас Пока Вот пробую Понравилось Соотношение Один мотыль Колечком И один опарыш Потому что Колечком Если не повесить Сбивает Моментально Рыба Ну, уклейка Ну, сейчас Вот уклейки Пока не ловил Словил Одни густерки Но густерки Очень маленькие Клюют Поэтому Неинтересно Таких ловить Так вот Плотвичка Это клюнуло Более-менее Хоть что-то Приятное Тянулось Не знаю Подойдет ли Какая хорошая рыба Но пока Мелочь Стоит Стеной Еще Конечно На дальней Не пробовали Дистанции Ваня Он пробует Сейчас Дальнюю Дистанцию Вроде бы Такая же Фигня Мелкая О Это уже Нормальный Рыб Не знаю Использовать Ли Выдержит Ли Повод Не Густера Но Хорошая Теоретически Должна Подняться Ох Тяжело Как Надо Разложить Садок Под Садок Вернее А Садок Ну Тоже Рыба А бутербродик Классический О Такая Агустерата Питается Неплохо Прикормочкой Нормальная Плоточка Ух Потяжка Есть О Я же Сказал Хорошая рыба Подошла Не Тоже Нормальная О Такую Приятно Половить О Как Она Бьется Наверное Тоже Густерка С Видергамом Конечно Хорошо Ловить Амортизирует Вот Еще Одна Достойная Агустерина О Хорошая Заглотила Ну Просто Вот Сегодня Фишка В чем Сегодня Ветер Дует С одной Стороны Завтра Он Поменяется В другую И Послезавтра В третью Сторону И Тут Такая Особенность На Этой Дамбе То Тут Сегодня Рыба Стоит Под Берегом А Уже Завтра Допустим Ее Здесь Может Просто Не Быть У Нас Так С Ваней Было Когда Мы Приехали На Соревнования По Поплавку Мы Вечером Отловились Просто Потяжка Была Хорошая Просто Шикарно Под Берегом Плотва Густера Мы Ловили Просто Даже В удовольствие Ловили А Промах А На Завтра Ни Одной Поклевки То Есть Реально Там Так Плохо Отловились Что Просто Жесть И Непонятно Не Ну Первое Заняли Но Это Было Знаешь Как-то Так Очень Очень На Тоненького Я Я Тогда Вообще Был В самом Конце Самой Опи Одним Из Последних Ну Учитывая Что Другие Наши Сокомандники Отловились Получше Первое Место Командное Мы Все-таки Взяли И Вот Поэтому Сегодня Мы Делаем Тренировку Оно Будет Так Клевать А Завтра Это Может Быть Противоположная Картина По Опыту Прошлых Соревнований Мы Знали Что В Турах Может Быть Кардинально Все Наоборот То То Что Мы Сделали Какие-то Наработки В Пятницу Они Могли Абсолютно Не Сработать В Следующие Дни Все Так И Произошло Снова Что-то Подсело Нормальное Ваня Конечно В темпе Там Лупит Без Перерыва О Это Платвина Не Устера Хорошая Устерка Такая же Такая же Устерка Это Что-же Рыбка Заглатывает Хорошо Чуть-чуть Соплей Надо Убрать Нем Темп Конечно Тебя Зверски О Сразу Клюет На Мотыль Я Поставил Буквально Рыбка Сразу Сидит Причем Нормального Размера Походу Стало Ух Нифига Си О Ой Туда Устерка Не Подлещик Походу Подлещик Подошел Вот Это Уже Первый Такой Нормальный Экземпляр Тихо Стой Ты Весь Поводок В соплях О Это Уже Хорошо Погода То Ветер То Еще Что То Дождь То Ветер О Долго Не Клювало Такая Пауза Была Дождь Идет Ну Как И Обещали Ваня Тут Под Ближней Бровкой Тягает У меня Что Взяло Более Менее Неплохое Подлещик Ну Не Такой Крупный Как я Думал Конечно Но Все Равно Приятно Подниму Я его Или Не Подниму О Какой Тяжелый Что Даже Приятненько Село Под Конец Блин Там Может Оно И Тогда Было Садилось Что Нормально Но Крючок Этот Маленький Стой Что Все Попа Падало Вот Такой Подлещик Чечек Хороший Такой Подлещик Что Трахан Собрались По Быстренькому Пока Тут Дождь Туда Сюда Сейчас Надо Вытянуть Посмотреть Улов Да Что Сработало Что Принесло Немножко Так У меня Тут Целая Система Чтоб Садок Не ушел Налупил Как Говорится Ну Что Хочу Сказать Иногда Клевало Тут У меня Груз Так Нормально Хозяйские Ну Так Трохи Подымаешь Так Оно И Чувствуется Что Что То Есть Чтоб Так На соревнованиях Все Наверное А Рыбка Еще Одна А Это Ведро Это И Все Да Не Ну Понятно Что Меньше Чем У Тебя Не 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 Факт Так Развешиваем 4 0 70 Ну Ну Рыбку Мы Естественно Отпустим Она нам Не надо Если там Сейчас Что-то Не Выживет Чтобы Говорили Спортсмены Голодные Ну Вот Таких Вот Три Неплохих Подлещика Попались Ну Тут Несколько Густерок Возможно Не Выживут Мы Заберем Там На Там На Базе Коты Есть А Тут И Чайки В принципе Голодные Так Сейчас Мы Весим Ванину Лов 4 0 70 Кстати Кто-то Рыбу Чистил Прямо На Месте Такая Чешуя Офигеть Ваня Тактика Такая Интересная Ну Лупил Пипец Килограмм 5 Кольцо Одно Вы Да не так Было Ну ладно Ну Таких Рыбешек Больших Не было Ну Много Небольших Ох ты Держи Тоже Хороший Вес Так Тара По нулям По нулям Сейчас Зацеплю Но Почти 3 750 Блин Ну Вишь Эти Большие Лещики Ух Какая Плотвина У Ваня Клюнула Хорошая 7 метров Под берегом Вот так вот Вот этот окунек Наверное Ему кирдык Ну чайки сидят В принципе Закончился вот так Наш тренировочный день Первый И последний Тренировочный Завтра соревнования Иду я сейчас за машиной Потому что Оставлял за дамбой Ну вот такая вот Интересная рыбалка У меня на дальнике Стала крупная рыбка Ваня что-то не смог Поставить Но Ваня Под берегом Очень Очень так В постоянном темпе В режиме Классно клевала Ну и вот Все-таки Сколько 250 Где-то 300 грамм Почти Я в плюсе Оказался За крупной рыбой Идем сейчас Размещаться Вязать поводки Кушать Отдыхать И завтра В 6 утра Нам надо уже быть Здесь На месте Потому что Будет регистрация Жеребьевка Завтра большой день Длинный Надеюсь Будет удачный Завершилась Тренировка С результатами Мы взвесили Сами видите Веса какие были У меня больше 4 килограмм Ваня чуть-чуть Не доловил Причем он ловил На пикер Под берегом Платву Причем ловил Очень успешно В перемешку Попадался окунек И влетали Даже очень хорошие Бонусные платвицы У меня в основном Был подлечь Густеран Ну и за счет Наверное все-таки Размера Они сделали Лучший вес Поэтому была Ставка все-таки У нас сделана Это конечно же Не на пикер Ближнюю дистанцию Потому что Не везде Вдоль всей береговой Могла стоять Так рыба Приехали мы на базу База вам Хочу сказать Мягко говоря Не очень Мы там были зимой Но зимой Как-то к нам Отнеслись более лояльно Комната была Довольно тепло И одну комнату Нам выделили Для того Чтобы сушить вещи И подготавливаться К соревнованиям Потому что В номере Где мы жили Места не было Вообще То есть Стояло три кровати И был между ними Только проход И готовились мы В другой комнате Но приехали мы Сейчас туда Нам очень не понравилось Условия Бытовые условия Были совсем не очень Но ничего не сделаешь Пожили Не привыкать к нам К спартанским условиям Сейчас покажу вам Заставочку Как мы вечером Готовились Где у нас была Одна большая кровать Где мы спали И места тоже было Совсем мало И мы вязались Поводки Готовились Потому что Подобрали нужные крючки Длину поводка И надо было Приготовиться Навязать запас Потому что Могли быть разные условия Особенно если Ракушка попадалась Поводков Могло уходить Очень много Мы подготовились Навязались Смотрите Как это было Короче Вечер такой Сидим Типа чая налили Делаем МНВ Да Короче Закончили С перевязкой Поводков Сейчас тут Пару фидергамов Свяжем Вот так вот У нас Все тут Раскидано Комнатка Маленькая Потому что в ванной Одна кровать Одна кровать Но большая Но думали Что топить не будут Будет так прохладно Так Это был бы плюс Что одна кровать Но топят здесь нормально Еще слава богу Тепло Хотя уже май месяц А трубы Батареи горячие Готовимся Уже не знаю Сколько времени Одиннадцатый час Наверное уже Сейчас Довязываемся И Все Спать Потому что Завтра Часов в пять Подъем Наверное Плюс-минус И к шести Надо уже ехать На построение И сбор Так что Всем спокойной ночи А нам Наверное Еще довязаться Надо Одиннадцатый час